Стейкинг монеты Атом. Именно об этом мы с вами сегодня поговорим. Приветствую, друзья! Меня зовут Виталий, и сегодня я подвожу итоги месяца по стейкингу данной монеты. Так что в этом видео я поделюсь результатами по стейкингу за месяц. Также я покажу вам свою среднюю цену по монете Атом. Ну и еще немножечко увеличу количество своих Атом. То есть в этом видео я куплю Атом и дальше же отправлю их тоже в стейкинг. Ну что ж, давайте приступим. И первое, с чего мы начнем, это курс данной монеты. На сегодняшний день стоимость одного Атом 4,58. Давайте посмотрим график более отдаленным. Вы можете смотреть, что я вот регулярно потихонечку-потихонечку, но подбираю Атом. Я поставил перед собой такую вот планку, что я его буду добирать до примерно 5 долларов. То есть когда он пойдет выше 5 долларов, скорее всего я уже прекращаю покупку данной монеты. Почему? Плавно переходим к моей средней цене. На сегодняшний день моя средняя цена по монете Атом это 4,59. То есть уже покупая выше этой цены, по факту я отдаляю свою среднюю цену, а не уменьшаю. Ну и поэтому я принял для себя такое решение, что до 5 долларов я еще подбираю Атом. Выше 5 я уже прекращаю покупку данной монеты и буду покупать уже что-то другое. Но всякое может измениться и возможно в будущем я пересмотрю свое решение и буду брать Атом выше 5 долларов. Всякое может быть. Давайте мы перейдем в мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании, а вот здесь QR-код. Недавно я здесь сделал пост, что сейчас идет какое-то увеличение позиции именно у валидатора Coinbase. Давайте покажу вам это на графике. Вот здесь мы можем посмотреть, что с июня месяца идет активное увеличение количества монет Атом у валидатора Coinbase. Да, многие могут сказать, что это просто люди стейкать у данного валидатора и так далее. Но, ребят, это валидатор номер один. Это цекс-валидатор, то есть биржевой. И кто участвует в стейкинге Атом, кто получает дропы, знает, что таких валидаторов нельзя брать. И, скорее всего, большинство людей не используют этого валидатора. Так что я делаю такой вывод, что это сам Coinbase активно, активно увеличивает, ну, Coinbase и партнеры активно увеличивают количество своих монет на балансе, в стейкинге и так далее. Давайте еще раз возвращаемся к этому посту. И здесь я сделал напоминание, что в марте 2024 года я делал вот этот пост, в котором было заявлено, что фонд Grayscale активно сейчас будет закупать монету Атом. То есть вы можете смотреть, что везде у нас идет там FAT. Многие начинают говорить, что все, Атом себя изжил, конец, хоронят. Много таких можно моментов увидеть. Но в тот самый момент весной Grayscale объявляет, что они будут закупать Атом. Дальше мы видим, что Coinbase тихо, молча, но активно увеличивает количество Атом на балансе. Я делаю вывод, что сегодня я опять хочу купить Атом. То есть я хочу тоже увеличить количество своих монет. Не финансовый совет, не финансовые рекомендации. Ну что ж, давайте сейчас уже долго мы затягивать не будем. Давайте я куплю на 40 долларов монету Атом на бирже Bybit сразу по рынку. На 40 USDT я сейчас могу взять 8,7 Атом. Нажимаем купить. Купить Атом. Все, мой ордер уже выполнен и видим, что Атом находится на балансе. Ну что ж, движемся дальше и переходим к результатам по стейтингу за месяц. Для этого переходим в мою табличку. Здесь я пишу, веду свою статистику. Каждый столбец это определенный месяц. Вот здесь все расписано по месяцам. Можно смотреть. Так, в этом месяце я уже снимал немножко наград, зафиксировал. И сейчас возьмем оставшуюся часть. Переходим в кошелек Kepler. И вот здесь видим, что у меня еще по стейтингу начислилось 2,2 Атом. Нажимаем клейм. Транзакция прошла успешно. Ну, давайте считать. Хотя тут и считать не надо. Но давайте все же покажу 2,2, которые мы сейчас сняли. Плюс те 2,48, которые на протяжении месяца. И получаем 4,68. Именно столько я получил по стейтингу за месяц. И смотрим, что этот месяц стал лучше, чем предыдущий. А следующий месяц будет лучше, чем сегодняшний. Все почему? Все потому, что я регулярно покупаю Атом. Увеличиваю количество монет в стейтинге. И это все напрямую влияет на мои показатели. Ну, что ж, ребят. На этом я буду заканчивать. Всем больших профитов. Всем удачи. Всем пока.